Всем привет! Меня зовут Лыкова Юлия, и я эксперт в области детской нейропсихологии. Сегодня мы поговорим о том, как многие из нас продолжают соблюдать самоизоляцию. И я расскажу вам, как развивать ребенка в рамках обычной квартиры. Почему полезно ребенка привлекать к быту, и как это облегчает жизнь молодой маме. Абонемент на развивашки, он лежит у вас в шкафу и в комоде. Когда ребенок сам одевается, работает весь его мозг. Активируется внимание малыша для этой сложной деятельности. Не упускайте возможность естественного развития вашего ребенка. У вас же появится время передохнуть и выпить чай. Не забывайте о своем ресурсе. Для маленького ребенка развитие через быт – это чуть ли не самое эффективное развитие. Освоение бытовых навыков и навыков самостоятельности – это чуть ли не самая главная задача для малыша в первые годы жизни. Так, например, когда ребенок сам одевается, работает весь его мозг. В частности, активируется внимание малыша для этой сложной деятельности. Второе. Формируется схема тела. Мозг обрабатывает сигналы от тела. Как построить позу? Какой стороной повернуть? На какую ногу надеть? Далее включается самоконтроль. Правильно ли ты надел? А если неправильно, то как это исправить? Также активно развиваются межполушарные связи. Ребенок совершает разнонаправленные действия руками и ногами. Абонемент на развивашки – он лежит у вас в шкафу и в комоде. Самостоятельное одевание прокачает внимание, волю, крупную мелкую моторику вашего ребенка. Уже в полтора-три года ребенок может самостоятельно мыть овощи и фрукты. Также он может накрывать на стол и убирать за собой посуду. Чистить зубы, умываться и заправлять свою кровать. Загружать и выгружать стиральную машину, вытирать пыль и поливать цветы. Ух ты! Для этого необходимо адаптировать пространство дома под возрастные потребности ребенка. Пока вы находитесь дома, проанализируйте свою квартиру. Чем может в ней заниматься ваш ребенок? Какие бытовые вещи он может делать сам? Основная задача для ребенка от года до шести лет – стать функциональной, независимым от взрослого. То есть научиться самостоятельно решать свои насущные потребности. И правильно созданная домашняя среда помогает ему в этом. Вещи должны быть организованы особым образом. Предметы должны лежать так, чтобы ребенок мог им воспользоваться без помощи взрослого. Например, повесьте крючки для верхней одежды и полотенец на уровне ребенка. Это нужно для того, чтобы он сам без посторонней помощи выполнял как можно больше действий. Например, для того, чтобы он сам одевался, накрывал на стол, мыл руки и чистил зубы. Покажите ребенку, как нужно мыть руки после прогулки тщательно и не менее 20 секунд. Уверена, ему это очень понравится, и он с удовольствием будет сам это повторять. А еще очень важно. Каждому ребенку необходимо личное пространство, в котором он будет хозяином. Это может быть и отдельная комната, и уголок в общей комнате. Обязательно привлекайте ребенка к бытовым делам. Привлеките ребенка к готовке. Поставьте его на устойчивый стул возле себя или посадите его на столешницу. Но соблюдайте меры безопасности. Пусть ребенок ломает макарону в суп, режет картошку безопасным ножом или трет что-нибудь на терке. Во-первых, это идеальное развитие мелкой моторики и координации глаз-рука. Во-вторых, ребенок получает новый интересный опыт. Развивается позитивная самооценка. Я могу как мама и папа. Кроме того, ребенок получает личное внимание от родителей. Поверьте мне, за 15 минут в совместной готовке ребенок получит эти стимулы и убежит заниматься своими делами. У вас же появится время передохнуть и выпить чай. Не забывайте о своем ресурсе. Привлекайте ребенка к любой бытовой деятельности. Пусть малыш помогает пересосить, подметать пол и поливать цветы. Не упускайте возможность естественного развития вашего ребенка. Делайте все бытовые дела вместе, а свободное время потратьте на себя. Это особенно важно сейчас, когда мы длительное время находимся дома. Ребенок с радостью подключится к вашим делам, а вы увидите, что ему можно поручить многое. Конечно, если вашему ребенку от 3 до 15 лет вам полагается еще одна помощь. От государства. Получить ее несложно. Не забудьте это сделать. Всем добра. Пока-пока.